День единства народов Дагестана Торжественно отметили во Дворце спорта имени Али Алиева Вечер собрал первых лиц республики и представителей духовенства 20 тысяч человек посетили вечер Корана, который прошел в Кизляре Вероприятие было приурочено к Мавлиду Аннаби и 65-летию муфтия республики Среди гостей – потомок пророка Мухаммада, мир ему и богословения Трое дагестанских самбистов завоевали золото на международном турнире серии Гран-при в Краснодаре Победители получили по 300 тысяч рублей В Дербенте произошла трагедия в многоэтажном доме на улице Тагиева В результате замыкания электропроводки в лифте погибли 42-летняя женщина и ее 15-летняя дочь Они оказались заперты внутри помещения, а в это время угарный газ проник в кабину Несмотря на усилия спасателей вскрыть подъемник и экстренно доставить пострадавших в больницу Спасти их не удалось Прокуратурой республики организована проверка в связи с пожаром в многоквартирном доме в городе Дербенте На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города Дербента Алексей Морозов В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования, а также правил пожарной безопасности и иного законодательства Отметим, что пожарные смогли эвакуировать 70 человек из многоэтажки, включая 15 детей Следственный комитет России и прокуратура Дагестана возбудили уголовное дело На трассе Махачкала, Верхний Гуниб, произошло смертельное ДТП Фургон, пытавшийся развернуться, не уступил дорогу иномарке, в результате чего две женщины скончались на месте Еще пятеро пострадали В связи с высокой смертностью на дорогах республики глава Дагестана Сергей Меликов объявил о старте Всероссийской недели безопасности дорожного движения За 8 месяцев в республике произошло свыше тысячи дорожно-транспортных происшествий Погибло 210 человек, из которых 20 дети Получили увечья более полутора тысяч Пострадал 171 ребенок Каждая из этих цифр, чудовищных цифр, не просто статистика, это судьбы, мечты, надежды, которым не суждено было сбыться по вине безответственных взрослых Не только эту неделю, но и каждый день мы должны беречь наших детей Учить их правилам дорожного движения и тому, как важно эти правила соблюдать Каждый из нас родитель, учитель, водитель несет ответственность за безопасность на дорогах Дагестанцы всегда становились едины перед общей угрозой и давали отпор недругам Так было при нашествии Надыршаха и так было 25 лет назад, когда в наш родной край ворвались ванформирования Тогда пришлым наземцам показали, что их идеям и замыслам тут вовсе не рады Враг был повержен и изгнан с наших земель Это событие помнят, а подвиги героев чтят Теперь это наш общий праздник на века Глубоко символично, что именно сегодня, в день единства народа Дагестана Мы отмечаем важную дату 25-летия разгрома международных террористов, вторшихся на нашу землю в 99-м году История хранит немало свидетельств того, как сплоченность перед лицом самых грозных опасностей Помогала дагестанцам быстро победить врага Предность родной земле питала волю и решимость наших предков Которые почти три века назад, объединившись, смогли одолеть иноземных захватчиков Очередной проверкой на прочие стали события августа-сентября 99-го Когда российские солдаты и офицеры, сотрудники правоохранительных органов, дагестанцы С оружием в руках отстояли конституционный строй республики И целостность всего российского государства Торжественный вечер по случаю Дня единства народов Дагестана состоялся в спорткомплексе имени Али Алиева Пришли первые лица республики Поздравить дагестанцев прибыл в регион и по предпрезиденту Российской Федерации В Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка Сегодня мы вместе встречаем важную для всей России памятную дату 25 лет назад, благодаря сплоченности и самоотверженности дагестанских ополченцев Были разгромлены международные банки формирования в Торжестве на территории республики Не взирая на возраст, статус и религиозную принадлежность Люди объединились теперь лицом общего врага Помогли отстоять свою малую родину Показав пример невероятного мужества, истинного патриотизма и готовности В сложный момент, причем к плечу, встать на защиту отечества вместе с нашей армией Страницы истории помнят героев, помнят всех, кто участвовал в этой общей борьбе в 99-м году Военнослужащих, ополченцев, журналистов и, конечно, представителей духовенства Ведь именно муфтий Дагестана лично тогда надел военную форму И провел черту между псевдорелигиозными лозунгами бандитов и истинным исламом Шейх Ахмат Афанди и сегодня отмечает, что только все сообща, органы власти, правоохранительные структуры и духовенства При налаженной работе смогут побороть любую угрозу, нависшую над нашей республикой Призыв муфтия заключается в укреплении единства И символично, что эта дата совпадает с днем его рождения В первые же дни боев муфтий выстрелился с обращением к дагестанскому народу Где он подчеркнул, что террористы не имеют права говорить от имени ислама Что их претензии на джихад являются необоснованными, беспочвенными И призывал дать отпор им Это выступление муфтия имело огромное вдохновляющее значение Трудно вообще переоценить тот огромный вклад, который внесло духовенство Дагестана Разгром банформирований – важная победа Но расслабляться рано Враг уже давно поменял стратегию 25 лет назад мы показали, что нас не сломить извне И теперь недруги принимают попытки изнутри Распространяя ложную информацию среди нашего населения Поэтому нам важно сегодня доносить до людей, особенно до молодежи Что несет в себе добро и какое зло может привести всех нас к печальным последствиям Они понимают, что на поле боя они никогда нас не победят И они обязательно проиграют, и это случится Конечно, они избирают новую тактику, идеологическую Они пытаются изнутри разрушить И вот сегодняшние мероприятия, вот эти акции, они особенно важны Идеологическое воспитание молодежи основано на патриотизме На героизме тех людей, которые отдали свою жизнь для нашей республики Для нашей страны, сохранив при этом целостность нашей страны Сохранив единство Это, конечно, имеет огромное значение И этим мы должны заниматься для будущего, для будущего поколения Для нашей страны, для нашей республики Когда твоей родине угрожает опасность, страх отходит на второй план И превращается в благородный гнев Наши земляки в тот год активно вступали в ряды ополченцев Этот праздник стал данью памяти их самоотверженностей И тем, кто в этом зале И тем, кто пожертвовал собой ради мирного неба над нашими головами Мы сохранили мир и спокойствие не только в Дагестане, но и всей России Оттуда, из Дагестана, международные бандформирования хотели разрушить Как сегодня Украины хотят разрушить мир и спокойствие не только в Дагестане, но и всей России Я горжусь нашим, еще раз говорю, дагестанским народом Мы всегда единым и все времена показываем нашу сплоченность Недаром сказано, что если в историю выстрелить из пистолета, то позже она выстрелит из пушки А значит, мы должны сделать все возможное, чтобы храбрость, отстоявших нашу родину, не была забыта Это было отмечено и выступающими Никто не хочет войны и никто не хочет терять родных Но за мирное небо порою приходится платить самую большую цену Нам важно сохранить память об этой победе и как наследие передать следующему поколению У подвигов не бывает срока О героизме наших земляков, давших отпор бандитам, проникшим в нашу республику Будут помнить еще спустя четверть века Да и всегда Но для этого нам важно уделить внимание подрастающему поколению Чтобы они ценили эту победу Чтобы для них примером на самом деле являлись те, кто действительно этого заслуживает Абдулла Алиев, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Каспийск Накануне муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди исполнилось 65 лет С этим юбилеем духовного лидера республики поздравили представители власти, общественники, религиозные деятели, спортсмены, общины из разных уголков России и зарубежья Глубоко уважаемый дорогой муфти, шейх Ахмад Афанди Хочу от имени всех спортсменов и энергичной молодежи Дагестана искренне поздравить вас с вашим юбилеем От имени всех мусульман Новосибирска хотим поздравить вас с 65-летним юбилеем Мы Ахмад Хаджи с вами, мы вас любим и от души вас поздравляем с днем рождения Аллах Акбар Уважаемый муфти Дагестана Ахмад Хаджи Афанди, примите искреннее сердечное поздравление от Федорского джамата в честь вашего 65-летия Уважаемый шейх Ахмад Хаджи, сердечно поздравляем вас с днем рождения Своей многолетней, плодотворной, разносторонней деятельностью вы всемирно способствуете укреплению межрелигиозного мира и согласия в нашей республике Также к муфтию Дагестана поздравить с днем рождения вместе с депутатами приехал спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров Он отметил вклад духовного лидера в укрепление межконфессионального и межнационального мира, а также в сохранении духовных ценностей региона Аскендеров вручил шейху Ахмаду Афанди почетную грамоту Народного собрания республики, именные часы и подарочный многотомник Расула Гамзатова Ваши проповеди, ваше видение и наставления тоже очень важны И мы ее также берем во внимание И сегодня очень хорошо, что совместно мы делаем те усилия, те направления для объединения и консолидации общества Сегодня нам как никогда это важно Ярко, весело и зрелищно Именно так встретили День народного единства в Дагестане На открытых площадках, городах и районах республики прошли концерты и различные конкурсы Один из таких прошел конном спортивном клубе «Зебра» Здесь состоялись конные скачки на призы муфтия республики Всего было представлено 8 конных заездов и участие в нем приняли более стажа Киев Было уже где-то 6 заездов, а всего 9 заездов И призовой фонд более 1 миллиона рублей касаемо именно скачек Уже второй год мы это мероприятие проводим Цель у нас единства из Дагестана И мы каждый год в администрации города совместно с Киевской «Зебра» проводим спортивные мероприятия Один из участников стал Али Газимагомед Усманов Более 10 лет он занимался с лошадями и не раз принимал участие в заездах Но в этот раз тренеру повезло Он стал победителем конного конкурса Английский чистокровный конь по кличке Мофер помог ему одержать победу 5-6 месяцев работаем, сезон начнется с апреля У него карьера была самая престижная скачка – это дерби И вот приехали сюда, проскакали, выиграли Это коня первая победа Но таре места у него было много В конном спортивном клубе занятия по душе могли найти для себя не только взрослые, но и дети Чтобы не скучали самые маленькие посетители, для них организовали спортивные секции и образовательные викторины Паука на лесах дебятишек понятно, они довольны происходящим Я тут первый раз Тут очень интересно На этом лошадином пробеге И я поиграл тут в баскетбол еще Вообще тут такая атмосфера интересная Вот там VR очки есть Потом вот там еще мороженое продают За позитивными эмоциями и праздничным настроением гости приехали с целыми семьями И болельщики окружили сцену со всех сторон Замечательно, столько эмоций Такой азарт, когда ты смотришь на скачке, как бегают лошади Это что-то с чем-то Пришел сегодня на праздник, скачка, День единства Дагестана, народа Очень красиво, очень приятно Каждый год бываю я здесь Пока посмотрим Скачки идут отлично Все организовано удачно, красиво Отметим, что мероприятие посетило около 8 тысяч человек Атмосфера праздника и веселье порадовала всех гостей Организатор мероприятия выступил конный спортивный клуб и администрация города Махачкале В Махачкале на улице времена года начаты ремонтные работы Детская игровая площадка, установка скамеек, высадка деревьев Это и многое другое обустраивают для комфортных прогулок жителей республики Площадь благоустройства составляет более 5 тысяч квадратных метров Отметим, что в прошлом году проходило рейтинговое голосование по объектам благоустройства Более 8 тысяч горожан сделали свой выбор в пользу этой локации На спортивном стадионе Кизляра состоялся грандиозный вечер Корана Который объединил около 20 тысяч человек Это масштабное мероприятие, приуроченное к Мавлиду Аннабей, Дню народного единства Дагестана И 65-летие у муфтия республики, привлекло внимание видных богословов и ученых со всего мира А также представителей различных конфессий Сегодня огромное количество людей, вы сами видите, как собрались и как они приходят Потому что они знают ценность подобных встреч и мероприятий Здесь присутствует потомок пророка, который приехал издалека И много уважаемых архов из республики В рамках мероприятия выступили ученые-богословы Звучали строки из священного Корана А также была представлена сценка из жизни пророка Мир ему и благословение Каждому посетителю также вручили набор с угощениями Отметим, что организаторами праздничного вечера выступили муфтия Дагестана И Министерство по национальной политике и делам религии республики Футболисты «Динамо» сыграли в ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура российской премьер-лиги Команды по разу в первом тайме поразили ворота друг друга И счет 1-1 сохранился до конца матча Первыми вышли вперед гости На 20-й минуте отличился форвард Манфред Угальде На 36-й минуте случился автогол в ворота москвичей Который и привел в итоге к ничейному результату Отметим, что матч посетили более 11 тысяч зрителей После этой игры динамовцы с 9 очками занимают 9 место в турнирной паблице матча Трое дагестанских самбистов выиграли международный турнир серии Гран-при в Краснодаре Лучший результат наши спортсмены показали в боевом разделе Отличились многократные чемпионы мира Мухтар Гамзаев и Саид Саидов А также чемпион России Гаджимурад Баширов Помимо этого в копилке дружины из Дагестана Три серебряные и одна бронзовая медаль Победители в своих весах получили по 300 тысяч рублей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok